Друг часто выпивает, объясняя это тем, что у него пусто на душе. От чего возникает пустота в душе и как ему можно помочь? Выпивание, алкоголизм или просто, в общем-то, как здесь мягко так сказано, частое употребление алкоголя. Всё это, в общем-то, связано, скажем так, со слабостью. Я не поверю, что выпивают из-за тяжёлых жизненных обстоятельств или из-за пустоты в душе. Ну, из-за пустоты в душе я могу поверить, потому что это тоже, скажем так, слабость. Пустота в душе наступает тогда, когда человек перестаёт развиваться. Когда человек достигает определённого какого-то своего уровня, говорит, что этого мне достаточно, больше мне не надо, философией пусть занимаются другие, математикой третья, а я вот чего я могу, я ничего не могу в этой жизни, мне неинтересно становится жить. Пустота в душе и неинтерес к жизни – это, можно сказать, синонимы. Что же делать с тем, чтобы было интересно жить человеку? Надо научиться жить. Научиться жить не ради себя, а ради другого человека. Надо научиться видеть радость в другом человеке, когда что-либо для него делают, или пользу для другого человека, когда для него что-либо делают. И через это, через другого человека мы сможем с вами обогатиться. Мы сможем с вами обогатиться духовно. Мы сможем с вами обогатиться так, чтобы смысл жизни у нас был. Ведь смысл служения Христа здесь на земле – это было служение ближнему, это было спасение человека и человечества, что Господь, в общем-то, и выполняет. Точно так же и мы с вами можем приобрести смысл жизни только тогда, когда начнём служить нашему ближнему. Пустота в душе. Чем мы можем, в общем-то, ему помочь? Мы можем его чем-то заинтересовать. Мы можем, в общем-то, ему что-либо даже навязать. Мы можем с ним серьёзно поговорить, с нашим другом, и предложить ему разные выходы из сложившейся ситуации. Правда, вот вы здесь пишите, что вы хотите ему как-то помочь, помощь всегда связана с лишениями. Вам придётся лишиться времени, спокойствия, вам придётся много, в общем-то, думать, знать, как к нему найти те или иные какие-либо подходы. И вот только, наверное, жертвуя ради другого человека, как мы уже сказали, собой, всем своим естественным проявлениям, мы сможем ему как-то помочь. Путь этот долгий, трудный, но очень реальный. Поэтому дерзайте, знайте, что невыполнимых каких-то задач нету, и мы вполне можем её, в общем-то, реализовать. Помощь другому человеку. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...